яркий артист с очень мощным сильным речитативом работающий под альтер-эго здесь да продюсер бай кровь из носа непосредственно сам альтера и бамбл безе конечно же да не вписываешься в рамки образа созданного прошлого творчества кровь из носа здесь же да то есть все полностью антоном создано да эта история давайте посмотрим что это такое на этот раз сложно предугадать жанр да потому что в принципе ну чё он работает в разных жанрах и даже альтер-эго работает в разных в разных жанрах а блога вроде бы неплохая да но чё-то как будто чё-то как будто бы не хватает для законченного образа есть какая-то определенная яркость что это там это человек с крыльями ангел какой-то опаленные крылья и огонь что-то что происходит типа там на заднем фоне что-то происходит да сверху имеется ввиду вот поэтому не ясно короче давайте оценим это и посмотрим да что это у нас такое 319 идет трючок получается это что-то медленное что ли да это получается что-то такое динамичное точнее наоборот не динамичная да очень размеренная как будто бы по таймингу но может быть и долбежка очень много англицизмов да иногда бывает большая часть текста на я накрутился бы словно пресеты шамика неадекватной бедной студни новой новой школы стиле где на всех это факты все что тебе нужно для себя выяснить лишь хуй trying to fuck whom птички порой заживются об окна но я разобью тебе акне не отупила от того обесценился потому даже когда музыка летит по пизде обокрю корабль преисполненные скепсисом я не слипаюсь ни с одной из этих матриц этого на дежуре моя фамилия эндерсон мэо камео это не миссис моя карьера тупо мэм сын на гора на меня на ладу сын атаком атаковая тема для эмси перемещаясь по барабанам буду в дивиделлах наем свет камера мотору я пока поливая к безоматами не мая в оффлоуде говорим и перебегать мой язык зиба заруби себе на носу как заповедь и спасибо я не закусил это на западе мазик у нас это очень красивая часть припела But that's so pretty, you love me So I got it It's different can't let me purify I'm pinpointing the whole thing I'm not saying everything like the Puigrille It's like a Kobe Bryant I'm just like the M Lincoln I'm like the M Lincoln I'm like the M Lincoln I'm like the W 是 película I'm like the Rocky Mountain I don't think so much in the body And I can't lose my whatnot And the M Kenya I don't think so much in the life And I don't think so much in that way But I skip you tabbed And I love you And I love you And I love you And I love you I am like Tumjit I am like Tumjit Very good as nome По поводу осознанный выбор это Андер. Да, такой у нас, короче, переосмысленный дабчик. В общем, здесь нам показали. Очень хорошая фраза вот эта. В последнее время почему-то мы часто говорим по поводу андеграунда, именно качественного андеграунда. Он даже в паблике, ой, блядь, в паблике, на канале вот здесь, некоторое время назад расписывал я вот так, да, под главенством фразы афоризма Дана Русова, да, что такое андеграунд, что андеграунд, это не плохо звучащая пайбота, да, с отвратительным качеством, а это именно осознанный выбор, осознанный выбор в пользу музыки, которая не пользуется коммерческой популярностью, но не потому, что ты такой сноб, который такой, блядь, все, что популярно, я презираю, потому что я не такой, как все, ебать. Нет, не поэтому. Просто потому, что тебе нравится другое, и ты можешь это делать, самое главное. Да, потому что обычно большинство людей, кто просираются на мейнстрим, в принципе, да, и слушатели, в том числе из артистов, это те, кто просто из артистов, те, кто не могут делать простой мейнстрим, дорогой, да, в красивой обертке, который бы позаились, продавался, и поэтому они усираются, рассказывая, что они, типа, вот, оказывается, не такие, просто потому, что они, блядь, не хотят. Вот. По факту, типа, и при этом они не могут выпускать качественный андеграунд, да, они выпускают дерьмо и жалуются, что это дерьмо никому не надо. Вот. Здесь человек выпускает уже осознанно, действительно, на протяжении многих лет, многого времени, очень качественные работы. Всегда это экспериментальная сложная музыка, всегда это что-то необычное. Это не 300 раз продроченная хуйня, да, как он говорил сам, в общем-то, в своем альбомчике. Это качество. Это очень сложный рифмоконструкции, очень сложный, всегда. Это очень хорошее произношение английского языка. Это идеальная дикция в фастфлоу, в перебежках, в работе с быстрым текстом. То есть, это музыка для эстетов хуевых, естественно же, да, для любителей андеграунда, для любителей эстетики. То есть, в принципе, можно покачаться. Вот, допустим, вчера мы разбирали трек Макана, да, который максимально простой, как огурец, блядь, Асфальт 8 называется этот трек. В рамках жанра, мейнстрим, поп музыки, это идеальный трек. Но с точки зрения эстетики, там мало чего можно выбрать для себя, да, и как бы насладиться какими-то изысками, скажем так. Там просто все ровно и очень красиво, хорошо сделано. Это коммерческий огромный хит. Здесь же совершенная противоположность. Здесь сложная для кого-то. Это душная история. Может быть, она скучной покажется. Но с точки зрения именно создания качественной андеграунд работы, самобытной, в которой есть однозначная идентика, это очень большая работа. То есть, в принципе, и очень хорошо, что есть вот кровь из носа, да, у нас есть BumbleBizzi, который выпускает не такое. И не такое не просто потому, что это что-то претендующее на мейнстрим, да, что-то претендующее на мейнстрим, которое вот типа, ну, является просто хуевым мейнстримом. Нет, это изначально то, нечто, что представляет собой непопулярные жанры, да, непопулярные, сложные, замороченные жанры, короче. И это очень круто. Поэтому, я не думаю, что для любителей андер это. Не надо понимать, что андеграунд это бумбеп условно только. И куплеты про подъезд, да, нет, это немного не так. То есть андеграунд, он разный может быть. Андеграунд, не нужно мерить, что андеграунд это типа вот какие-то разговоры, да, обязательно про супер хуевую жизнь, да, там на примитивный бит, где чувак перейдет однообразно в микрофон, типа ебать, трушечка такая. То есть колхозный, стрёмно реализованный из сайта 90-х, да, на нынешний лад. Это типа андеграунд, всё остальное, мол, нет, нет. Допустим, Пуя андеграунд, Бонс андеграунд, да, можно сказать. Поэтому это вот люди, которые делают не мейнстримовую музыку, блядь. Суисайды андеграунд, QN5 туса андеграунд, Канер лингвисты, ребята, да, у них совсем другая, у них мягкий вайп вообще истории, да. Тони ДФ андеграунд, Стрэндж Мьюзик андеграунд, Крис Каллико андеграунд, блядь. Вот, поэтому абсолютно разные жанры есть, соответственно. Тек-9 андеграунд, вот, поэтому андеграунд это про разное. Андеграунд это то, что не является широко востребованной рынком, музыкой. Вот я говорю, вот Макан, допустим, это мейнстрим. Хоть он там поёт, допустим, вот он там может петь за какие-то, за какое-то пацанское, за какое-то бандитское части, там, такие вещи, да. При этом это не является андеграундом, вот. Плюс он там в одной песне совмещал, да, там, М5, там, Биркин, какие-то флексы, да, Айс Прайс он там пел, Дэм, типа. Вот, поэтому здесь, да, тут очень-очень текста ориентированная всегда история. Ему всегда есть что сказать, очень много текста. Он очень разнообразный всегда, очень продуманный. Интересный припев, сложный, особенно вторая часть, мне очень нравится. Да, всегда это всё у него в таком репрезентном стиле о том, какой я пиздатый, какие все однотипные говно. Ну, в принципе, имеет право, да, заявлять. Циферки ни о чём, да, да, да. Тоже можно сказать, конечно, что это бесконечный, бесконечный, однотипный поток воебона, да, в том плане, что, типа, вот это, вот, вот он пиздец, вот он я, вот он я, короче, вот он я. Но, с другой стороны, у него агрессивная подача, фастфлоу, в принципе, для репрезента охуенно подходит, для какого-то дисового рэпа, да, бах-бах-бах-бах, накидывает на кого-то строчки. Но он хорошо это делает, ему это в кайф, он делает именно необычную музыку. Короче, для любителей жанра. Как вам такое, чуваки? Как вам такое? Джей Димайн Трикс, да, 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 Джей Димайн Трикс, конечно. Сноу Гунс, да, Сноу Ганс, блядь, снежки, ёпта, вот они тоже, как бы. Дилейтед Пипл в своё время, не знаю. Хуй его знает. Я такой не слушаю, 90, пушка весь день кручена репити, мне очень зашло, 90, огонь, круто. Ну, я рад, что он нравится, мне тоже, в принципе, нравится, я говорю, да, то есть, как будто бы даже я в альтернативу забрал бы этот трек, если честно. RZT Альтернатива 23 в плейлист, бам, залетело. Хорошая работа. Сейчас посмотрим, что по баллам. Может быть, мы это номинируем на какую-то номинацию, да, из наших, уже апрельских, конечно, номинаций, это будет апрельских. У нас, интересно, кровь из носа тут есть или только Bumblebee? Нет, должен же быть, да, 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 кровь из носа, ебануться, какие оценки. 80 баллов из 90 возможных за все оцененные треки, 74 за альбом. Да, соседей, да, это в плейлисте, вот это в плейлисте от рычок Лили, конечно же, 80, 80, ну, ёбнутые оценки. Техническая база у Антона сумасшедшая, всегда очень сложно до него доебаться в плане какой-то реализации, типа, это может нравиться, это может не нравиться, вот как в данном случае, да, четверка здесь стоит, вот 4, здесь стоят десятки. Очень тяжело по критериям оценивать этого человека, очень серьезные. Ну, он очень-очень делает, это как бы альтер-эго, да, это же не становление артиста. И он вот залетел на своего альтер-эго, уже будучи ебать профессионалом, да, поэтому вроде как ник новый, да, а оценена треков мало и оценка одна из, наверное, высочайших, да, 80, средняя, это ебанутость какая-то вообще. Ну, вот и опять же, и что, типа, нам? И вот, что мы тут ставим? За структуру, ритмику, что мы можем поставить здесь? Что? Тут просто, блядь, изыск нереальный. 10 баллов. Нереальный изъеб. И в припее, в том числе, да, и в куплетах везде, прям, очень все сложно. Реализация стиля. С чем он не справился? Сведено хорошо, звучит ровно. Ну-ка, ща, панорама, хуяма. Да, вот это вторая дорога, нормальная. Дает работать он капи, который вот здесь стоит, вот здесь она стоит, кап у него. Долбежка все это происходит здесь, она не намазана у него на капу, да, поэтому его слышно хорошо. Да, ну, вот пиздец, короче. Рифмы и образы. Много интересных вещей, да, ну, прям 10 ли типа это? Учитывая ритмику, да, я 9 бы поставил. Хороший текст, очень сильный текст. Реализация стиля. 10 баллов. Очень точно, очень точно. Индивидуальность, харизма. Очень узнаваем. Очень точно работает, английский передает. Блядь, это вообще жесть, ну, типа. Я говорю, по баллам отсудить это очень сложно. Тем более у нас же все это совокупность, как бы, таких и коммерческих, и батловых историй, да, вот мы тут попытались соединить. Атмосфера вай 5 баллов, трендовость 3 балла, конечно же. Индивидуальность, харизма. Ну что, что, блядь, что? 9 или 10. Насчет кока фит, кстати, неплохая идея, я не знаю, они вообще взаимодействуют между собой, кока бамблбизи, и вот кровь из носа в данном случае прикольно было бы. Они пострались. А, блядь, точно, там же какое-то недопонимание вышло, ясно, жаль, жаль, очень жаль. Точно, 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 да, точно. Да, 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 да. Точно. Да, 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 я помню. Очень два крутых творческих человека, надеюсь, они исчерпают свои конфликты, и все будет охуенно. Очень хотелось бы. 9 все-таки, да. 74 балла, ну охуенно, хит альтернатива, типа, по-любому, да, это вот на следующем месяце мы закидываем хит альтернативу. Спасибо, спасибо, бамблбизи, спасибо, кровь из носа, это шикарно. Апрельская уже номинация, да, мартовская, мартовскую будем проводить мы 10 апреля, в понедельник, на трансляции, если что, имейте в виду. Шикарный трек, шикарный трек, ждем дальше качество.